когда-то я мне взял это то ли брат то ли то ли то ли Павел Троценко писал вот это вот что было 5 августа 2 августа день рождения был вот я взял написал внимание сейчас поймете к чему всем 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 вдруг 72 день рождения и немыслимо рожая абрикоса а на медне у меня гостил целитель с 50-летним стажем сальник Юрий Иванович из Новосибирска полечил на всех и кроме прочего попросил несколько он не просил несколько бедер я неправильно написал а я ему на это самое сказал вот сколько сил есть собирайте и он набрал несколько бедер поговорили мы о пользе ядрышек именно мажорского абрикоса при онкологии и профилактике онкологии целитель уехал а я остался и задумался почему все знают о пользе косточек мажорского абрикоса и не применяют в медицине вот ну версии есть мол невыгодно значит как стоишь деньги драть если ну я беру крайний случай представим себе в каждом саду дачном а это больше 27 миллионов дачных садов у нас официально плюс миллионы то что называется частный сектор и везде абрикосы и везде есть только что и немерено и не жалко раскалывать косточки есть ядра так вот было бы сейчас столько это все вчера назвали по хакасии онкологический больных то вы назвали цифру 12 7 27 до 1000 это ужас это люди которые живут и приговорены а может их не было бы этих людей есть две вещи не проверили это нахождение в геопотребных зонах легко это любой белокатурщик может определить и переставить мебель вашей квартире и вот эти вот самые абрикосы не обязательно ядрышки короче сушеные эти же самые они прекрасно сушатся абрикосовая мякоть морозилка у меня полна сегодня уговариваю возьмите куда мне столько вот и так далее и получается что наверное мне кажется что столько больных бы не было то есть надо продолжать работу именно в плане том самом что нам нужны сады и десятки миллионов обрикосовых деревьев читаю дальше это моё письмо неизвестно кому теперь где их взять импортные плоды они отравлены ну согласитесь что надо много есть тогда надо много есть отравы согласны еще неизвестно чего человек умрет который не ел абрикосы ли который ел абрикосы а свои ага сейчас научили миллионы садоводов убивать деревья с молодым вот я и задаю вопрос причем сначала впервые пробую помочь скидками на косточке и впервые заработать лично себе на санатории хороший будет санатория на этом свете уже не будет санатория о хорошем доме или квартире помолчу так ладно проехали сейчас своя байкочка стоит 25 рублей кстати не всегда 25 пенсионеров 20 а этим самым те кто не раз заказывал тоже 20 не смертельно вот итак если кто-то из вас напишет но хочу кушать ядерский мая не для выращивания а для профилактики для выращивания косточки должны быть дорогие когда-то эти 20-25 рублей обернется миллионами я не шучу вот для любого из вас а вот для профилактики цена будет быть 15 рублей предлагать онкологическим больным я счастливаюсь потому что знаете как бывало берут этот самый все медицина бессильная пошла на нахрен я вас вылечу через несколько месяцев человек мертвый ну знаете у нас желающих заработать хватает на чужой беде поэтому видите здесь только профилактика профилактика как я вот раскалываю специальные против купил забыла не на кухне я не идти показывать кусочка раскалывается мякоть целая вот ну слава бог как видите а я давно на силах я здесь видно да а теперь смотрите это было опубликовано не у меня или так хоть не совсем у меня и получилось отзывы здесь смотрите либо глобанов здоровья трудитесь вам благо спасибо слушай дальше добрый день у нас московских условиях не очень много приправиться кочки хотят у кого-то хорошо что вы написали московской области потому что московской области живет один из волшебника даже давай по моему а второй это волшебник пользоваться там живет по моему ну а уж макаров это его сейчас можно будет тут отправить я самая один из моих неудач в этой жизни знаете какая была вот и так значит так значит так значит так значит надо чуть позже татьяна самаранова добрый день то есть там есть кому она зря сомневается просто ну так сложилось что люди уже не верят ничему понимаете уже ничему не верят хотелось бы а условия у него не очень да лучше условия чем у меня в сто раз татьяна самаранова добрый день я проживаю свердловской области вот нашем городе четыре крупных предприятия черные цвета в итоге у нас на роли будут расти абрикос обижаете у вас на урале они прекрасно растут вот Латинкова вспомним а вот Сергея вспомним прекрасно ну откуда она знает Сергея откуда и знать пусть уже на том свете Латинкова ну хотя бы и Галю Латинкова она продолжает его дело ну откуда наши возможности не хватает нас мордит ищет у вас у вас мало подписчиков у вас мало смотрят это правда так смотрим дальше я бы тоже хотела бы посадить что мешает написала и забыла а там же моя фамилия набрать сайт железу что трудно было конечно же будут они морозостойки вот спасибо Галина Протская вот это вы молодец смотрим дальше вот Татьяна можно посадить просто косточкой вы это не дайте отцовую конечно можно посадить косточкой что ж здесь а то у многих великолепные результаты Ирина Гордиенко я бы очень хотел купить без косточки и посадить у меня длинного подполь от почечника елки я даже не заметил это письмо если можете пришить ресурсы по посадке ну ресурсы по посадке я говорю я высылаю ролики там так разжеванно а смотреть никто не хочет ну хотя бы вот как то я вам сейчас объяснил что надо делать с абрикосами распаковать спешочки пересадить баночки хранить при температуре 2-3 градуса можно в холодильнике можно в погребе и так далее другое дело что ну почему и фамилия мне не знакомы наверное может быть помогло бы может и помогло бы сегодня я длинном а завтра знаете что за этим следует догадываетесь ну вот взять вот так вот в комментариях написать и что дальше и пойти дальше за лекарства так обидно Валентина я проживаю в республике Мордовия в Саранске купила бы костик абрикосов из жесткого до семинара кто же вам мешает я тут сижу думаю куда мне сколько это девать сколько можно было садовы расти Елена Степанова Ганнова а на северо-западе будет расти я тоже хочу кости порастить пожалуйста как можно получить костик инструкцию по выращиванию пожалуйста книги диски вот вебинары вот эти мы еще к вебинару вернемся итак Санкт-Петербург вот он северо-запад самый сложный момент вот я сейчас приведу вам пример не отличал меня нет вот это мои химеры когда-то это была груша под названием лесная красавица по весу они занимают у меня у Чернобаева второе место возможно во всей России первое понятно чудом добытой мной спасибо бараховской моей московской подруге гигант под московой это вообще бельковая с пятьсотым большим грамм причем сварки а это второе место но когда стараясь добиться максимальной моростойкости идешь и ходишь по как это называется по краю лезвия скажем так это есть так сказать лезвия окам так вот такие слаще не бывает сохранили качество моростойкость сохранили потеряли четыре раза четыре раза стали мельче вот это химеры правильно теперь почему я все не знаю все у вас будет в Санкт-Петербурге не вздумайте закажите мне тысячи штук нет я привел пример отвлеченный почему все уже знают абрикосы капризы на то чтобы на сырость им надо чтобы они были не чистые а вот как они должны быть в этих справочниках в научных садах они должны быть гибридные причем гибридные незаконные то есть они должны быть гибридными с помощью прививок так называемая не сельская эссенция гибридная а вегетативная гибридная что получается даже какое место берешь от корней от я говорю а примите 100 штук на высоте 30 см и 100 штук по железу у земли ну 100 штук тех и этих но однажды бы уже раз навсегда сказали прививайте по железу потому что я тоже привал 30 см ни черта не растет это один пример насколько важно где и как а когда ты делаешь вот эти гибриды как у меня там подымешено как крови допустим что-то из мокрых регионов что-то из сухих регионов и тогда какая-то часть может прекрасно существовать и в Шанкт-Петербурге часть а потом потом что отдать а потом снова отбор ну это же надо делать ну скажите наука не стоит наверное где-то кто-то этим занимается объясняю Санкт-Петербург доктор наук вот пишет письмо главному редактору газеты ведущие российской газеты ваши 600 я вам рассказывал я не могу показать письмо они меня перестали извините что мы можем сделать доктор наук пишет такое мы не можем больше вас печатать целый месяц год печатали 15 тысяч по тем временам это как сейчас 30 это временную книгу самого этого главного редактора потом значит желание и пожалуйста путевку в этот даже помню куда в африканская страна господи о память ну короче в Африку вот чтоб я туда не вернулся а на второй год да присвоили звание лауреата а на второй год представляли это письмо а там написано доктором наук из Санкт-Петербурга у меня выпали все 18 сорта формы абрикоса вы верите жертву вот и что я должен сказать если человек с северо-запада хочет косточки порастить вот ему придется начинать селекцию я не могу именно Елене Степановой это не подмосковье где все будет расти вот но именно Елене Степановой я не могу обнадежить вот если у нее и такой вот у нас там тоже есть свои Мирослава привет я знаю что у меня смотрит вот накупил он мне этих семян что накупил что подарил вот вот это а у нее еще образование там то самое специальное она а железом нос воротить не стала вот вот мы сразу подружились ну Мирославу это ждет уже как специалиста который еще и руки чешутся которая во сне видит будущее эти абрикосы в Санкт-Петербурге а есть что я скажу Елене Степановой вот заканчиваю разговор с грушей дело в том что если бы я сказал вот у меня семена вот этих же они у меня до сих пор лежат в холодильнике вот из моих поздно-сенних это самый надежный сорт до сих пор не дает но раз вы видите к чему я говорю это тема как раз я не могу ни одной вопроса пропустить характер вредный нудный вот какой он в нее пошел что ли и вот получается получается следующее значит именно там лесная красавица даже мои как мы их назовем какие-то химеры это тоже химеры так же как та химера что я показывал потомок маньчжурский тире воина вот они у вас Питер сливит понимаете они самые ненадежные на паршу теперь я показываю вам плоды не плоды а следы парши видите вот здесь больше видно вы какие-то сладкие приходится их ну вот приходится их это если самое чистое выбрал чистить а потом кушать сладки ничего нету вот вот это может поспорить поцелуем милой девушки дальше по вкусу дальше следующее значит сухой регион я скажу а я черники нарезу семечки вожду пожалуйста а вот Питер извините сгниют вот и наконец самое главное вы скажете а я сейчас возьму послушайте выпустите вот такие умные девчата если вот это вот они увидят а в холодильнике лежат еще более я уже выбрал получше которое выглядит да это при том что у меня была абсолютная засуха вот а так бы они сгнили если бы были в Питере скажут да мы же это же это самая проклятая Парша а мы сейчас ой мы сейчас ее этим обольем начиная с самых простых медных купоров железных купоров все весь список фунгицинов и все будет нормально это учеба один из важнейших моментов на всю остальную жизнь тем кто меня верит тем кто меня слышит и главное тем кто меня верит Парша абсолютно безобидный гриб в начале на листьях само собой и на плодах появляется благодаря сырости которая не переносит ни листья ни ветки ни кора и даже плоды они не переносят и на них появляется мертвичина мертвые клетки и именно эти мертвые клетки начинает поедать Парша потому что тут же рядом другое дерево абрикосов это самое я почему я отличаю потому что на другом дереве точно такими же возраст точно такой же способ прививки точно такой же подвой точно такие же примерно похожие на много таких несколько высотов похожих вот а на них ни одной поршинки хоть самый дождливый год хоть самый сухой вообще не знакомо понятие поршинки у меня есть фильм который снят был три года назад самое гнилое лето холодное мокрое даже в северо-западе в Санкт-Петербурге наверху не скажу вот такое бывает понимаете никто никогда не вылечил и не вылечит ни одной и не убьет ни одной поршинки невозможно порша не болезнь порша это гриб который ест то что ему полагается по рангу вот это его прямое занятие на все и получается ну извините по другому не объясню на северо-западе именно вот эта груша расти не сможет и половина или три четверти моих абрикосов костик тоже со временем сгниют видели как грустно но зато все что я сказал я надеюсь доходчиво сказать двух словах я не могу мне надо это объяснить мне надо это обосновать вот именно слово обосновать как смог обосновал вот а если у нее шанс речь сойдет а костик конечно у меня же костик жердели там сколько ведра собрал жердель дала больше сорока бедер одно дерево свидетелей телевидения при них собрали десять ведер они уехали а там такое все еще никто не собирал вот это было это все на фильмах моих не только при телевидении просто ходил показывал ведра считал вот а почему нельзя жердель которая у вас что думаете там в Санкт-Петербурге сырее чем в Хельшунской области а нет уж я это знаю идем дальше Елена Николаевна и мне необходимо посадить в саду пять лет пью таблетки онкология ну еб те палки ну почему дальше-то ничего не идет почему я не знаю Елену Николаевну ну смотрите что получилось под что-то вы никому не отвечаете да я вообще не видел это где это размещено как я могу ответить ну ведь могли бы найти меня ну что трудно что ли ну вот не отвечаем вот я болел может мне не до этого было это было в август самая горячая пара в моей жизни самый уникальный выражай абрикосов знаете 60 десятки тысяч кост килограмм не собраны эх наука вот ну а дальше это моя подпись как будто высылало это кто публиковал лучший сад теория практика как выращивать здоровый сад лучший сад абрикосов слив в грудь до средней полосы врага Сибири ну вот что делать приходится рекламировать себя этапом да это св Продолжение следует...